Единый день голосования прошел. За должность главы республики боролись трое кандидатов. Алексей Цыденов от партии «Единая Россия», Сергей Дорош от ЛДПР и Батудалай Багдаев – коммунисты России. Безоговорочную победу одержал Алексей Цыденов. За него проголосовало почти 90% избирателей. Такой высокий результат налагает и высокую ответственность. Дальше уже не может быть выше, теперь может быть только ниже. И надо работать, не покладая рук, для того, чтобы просто оправдать доверие людей. Потому что это карбланш. Это доверие на то, что будут изменения, будут реализовываться те заявленные планы по улучшению жизни в республике. И, конечно, после выборов все только начинается. Фаворит и лидер был один. Но в этой связи, значит, от Багдаева Батудалай Батаревич набрал 5%, 15 сотых. Дорош Сергей Дмитриевич – 4,39. Поэтому явка, которая была при вот этом едином дне голосования по главы республики, составила 41,67. Для сравнения скажу, что по прошлому году по выборам депутатов Государственной Думы явка состояла 0,45%. Напомню, ранее политические обозреватели называли предвыборную ситуацию удивительной и говорили о том, что проигравших не будет. Все будут выигрыши. Почему? Потому что у всех разные цели. Цель Циденова – не выборы главы. Цель Циденова – выборы президента страны. Какие цели преследуют два других наших кандидата? А их цели, опять-таки, не выборы главы, а выборы хурала, которые тоже фактически стартовали, эта кампания наложилась. Среди районов республики самую высокую явку показала Кинский и Кижингинский районы. Но наихудшие показатели продемонстрировали Муйский район и город Северо-Байкальск. Также в единый день голосования в 13 муниципалитетах состоялись выборы местного уровня. По выборам главы Джидинского района победителем стал Циренов Валерий Ринчандаржевич, набрав 33,07%. Явка составила избирателя 51,14%. Вот кто из соответствующих семи претендентов, второй претендент набрал 16,62%. Видимо, отрывы два раза. Это Дон Сарунов, Зарикто Владимирович. Отмечу, уже в декабре начнется новая строка в политической работе. Подготовка к выборам президента России в 2018 году. Наталья Китаева, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.